Всем привет, уважаемые братья и сестры, все наши одесситы, кто мне смотрит, и кто окажет внимание, потому что 19 числа в этом монастыре, в Свято-Успенском, будет очень серьезная ярмарка, которую благословил предстоятель нашей Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Аннуфрий, для того, чтобы собрать деньги для наших воинов, для захистных шоломев, для бронежилетов, для аптечек. И вся Украина будет участвовать, все приходы, все епархии, и я думаю, что это будет очень серьезный вклад. Да, многие могут говорить, зачем помогать, если нашу церковь гонят, притесняют. Ну, мы христиане, мы же не какие-то приспособленцы, мы же не делаем ради того, чтобы, как говорится, мы христовые дети, и мы делаем для своих прихожан, для наших братьев, которые защищают нашу страну, которые дают самое главное в своей жизни, это свою жизнь, свое здоровье. И когда они знают, что за них не только молятся день и ночь священнослужители, монаши стоящие, а еще и помогают, я думаю, это укрепит каждого воина. Планируется это все провести на нашей центральной аллее нашего монастыря, где всегда проходят люди, здесь вот будут выстроены столы, приедет фирменный илинский чай, литвейный отца Андрея, и много-много всякой разной вкусной выпечки. И планируется это не так, что вы там заплатили, да, и вам что-то дали, а планируется так, что монастырь угощает, а люди уже по возможности, по желанию помогают. Поэтому очень бы хотелось, чтобы видео распространили, чтобы люди пришли, и это не просто будет купи, продай, поешь, уйди, это будет самая главная встреча. Я, даст Бог, время тоже уделю, мы пообщаемся, если будут какие-то желания поговорить, пообщаться, пожалуйста, мы будем все здесь. Поэтому надеюсь, что все распространят видео, надеюсь, что люди поучаствуют, надеюсь, что у нас получится, самое главное, с благословения нашего предстоятеля все получается. И этот раз мы достигнем своей цели, обязательно соберем, поможем и укорим тех людей, которые льют на нас грязь. С вами был Жизнерадостный Дняк, всем хорошего дня, встретимся 19 февраля в нашем человеческом монастыре.